Пожизненный срок за полкилограмма синтетики. Попасть за решетку до конца своих дней теперь рискует 39-летняя жительница Ангарска. Женщину задержали с поличным при попытке реализовать наркотик. После обыска в квартире подозреваемой полицейские обнаружили всю имеющуюся у нее партию 500 граммов синтетического зелья. Что является особо крупным размером? Известно, что женщина уже ранее неоднократно была замечена в торговле наркотиков. Что еще произошло за первую половину вторника и что сейчас активно обсуждают жители региона? Расскажем в ближайшие полчаса в эфире новости по будням и для начала короткий анонс центральных тем выпуска. Ученик одной из школ Ангарска заразился корью. Врачи устанавливают все контакты пострадавшего. В выпуске разбираемся, является ли данный случай исключением. Системный случай или исключение? Факт заболевания школьника открытой формой туберкулеза прокомментировали в Министерстве здравоохранения региона. Новая проверка ждет образовательное учреждение в Иркутске. В зоучреждения региона начали массово сдавать живые символы 2020 года. Крыс. По какой причине, расскажем на примере Иркутска. Как иркутяне встретили старый Новый год и жители какого региона за минувшие каникулы съели больше всего фастфуда, расскажу в рубрике «Повесточки». Начинаем мы выпуск с новостей из Ангарска. Там в одной из школ зафиксирован случай заражения корью. Симптомы инфекционного заболевания обнаружили у десятиклассника. В настоящее время медики проводят дополнительные экспертизы для подтверждения диагноза. Кроме того, анализы, которые были взяты у школьника, уже отправили в лабораторию в Красноярске. Также врачи сейчас обследуют всех, с кем пациент общался. Это необходимая мера, так как корь передается воздушно-капельным путем. В настоящее время проводятся противоэпидемические мероприятия в отношении контактных лиц. То есть у нас контактные лица считаются вся школа номер 15, то есть дети и сотрудники. Также контактными считаются место проживания больного, это весь подъезд у нас. И также поликлиника номер 4 детская, где он находился на приеме. Попадали на прием к врачам с диагнозом корь из жителей Иркутска. Еще в декабре в областной столице у четырех человек был выявлен факт заражения этой болезнью. Все они были госпитализированы в срочном порядке. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Состояние иркутских школьников пока хоть и не вызывает особого опасения, но образовательное учреждение, в котором один из учеников заболел открытой формой туберкулеза, ждет детальная проверка. На этот раз со стороны Министерства здравоохранения. Чиновники выяснят законность и своевременность действий администрации школы. В частности, проверяющих интересует, насколько оперативно информировали родители одноклассников заболевшего, кто сейчас контролирует здоровье 29 подростков из ближайшего круга общения. Этим детям теперь необходимо принимать специфические лекарства, витамины в отдельных случаях, препараты по защите печени. О мерах безопасности для других учеников, а их в школе более 800, мы сообщали в эфире новостей по будням еще на прошлой неделе. Увы, подобная ситуация для нашего региона не исключительно. Только в 2019 году туберкулез диагностировали у 55 несовершеннолетних. В последнем случае в иркутской школе источник заражения до сих пор неизвестен. Подросток из благополучной семьи очевидных контактов с носителем палочки Коха не имел. Откуда здесь возникла инфекция? Мы не можем сказать, потому что семья, все здоровы. Ближайшее окружение, все здоровы. Друзья этого ребенка, они все здоровы. Поэтому мы не знаем, где произошел контакт. А может это в троллейбусе было, а может это в автобусе было, а может еще где-то ребенок с кем-то пересекался, из знакомых родственников, друзей, знакомых друзей. Конечно, мы пытаемся найти этот контакт, но в 100% случаев это не получается. Получить полную картину по ситуации еще предстоит. Родители одноклассников заболевшего обратились с просьбами о проведении проверки в Роспотребнадзор и Росздравнадзор. Ответы ведомств мы обязательно озвучим в нашем эфире. Здесь же будем отслеживать ситуацию с сальмонеллезом. Эта инфекция атаковала жителей Прибайкалья в прошлом году в два раза чаще, чем в 2018. В большинстве случаев подозрение падало на птицеводческую продукцию. Возбудитель сальмонеллеза был обнаружен в кооперативе «Окинский». Один цех предприятия вынуждено закрыли. Также была приостановлена деятельность двух отделений кондитерского предприятия «Кейк Хоум» в Иркутске. 16 января одно из них может возобновить работу, как только в его безопасности удостоверятся специалисты Роспотребнадзора. При таком инфекционном фоне в регионе, а сейчас еще и эпидемия гриппа и ОРВИ надвигается, вопрос цен на лекарства становится актуальным чуть ли не для каждого из нас. Стоимость медикаментов ниже не становится, поэтому очень, кстати, вступили в силу законодательные поправки, которые гарантируют, что государство вернет часть средств, потраченных на препараты. Все детали в ценном выборе. Расходы на лекарства серьезно бьют по семейному бюджету многих жителей страны. Особенно, если дело касается дорогостоящих медикаментов. Преодолеть финансовые барьеры, связанные с покупкой препаратов, поможет новая поправка в закон. С 1 января 2020 года работающие граждане России смогут вернуть часть денег, потраченных на лекарства. Если раньше возврат средств предоставлялся только за медикаменты из определенного перечня, то теперь ограничений нет. Максимальная сумма за год, которую пациенту сможет возместить государство, составит 15 600 рублей. Однако оформить вычет можно будет только, если медикаменты покупались по рецепту. При этом есть несколько вариантов, как вернуть деньги. Первый – подать декларацию о доходах в конце года и предоставить чеки из аптеки и рецепты врача. Второй – оформить вычет у работодателя, подтвердив это право в налоговой. Кроме того, можно вернуть и 13% от стоимости услуг платного лечения. Сюда входят операции, сдача анализов, лечение в санаториях и даже оплата добровольного медицинского страхования. Стоит отметить, что услуги бывают обычные и дорогостоящие. Для первых сумма возврата, например, ограничена 120 тысячами рублей. Для получения денег нужно будет заполнить декларацию о доходах на сайте налоговой, туда же загрузить чеки и справки из бухгалтерии. Олег Федоров, новости по будням. Главный документ Иркутска, его устав, готовят к изменениям. Это связано с новой процедурой выборов главы города. Обязательно общественное слушание по этому поводу. И они состоялись накануне. В них участвовало около ста человек. Почетные граждане города, члены общественной и муниципальной палаты, ветераны обсуждали порядок выборов так называемого сити-менеджера. Его имя назовут депутаты Думы Иркутска после голосования. Кандидатуры должны отобрать и предложить специальная комиссия, чтобы процедура состоялась без нарушений и была признана законной. Все ее нюансы должны быть прописаны в городском уставе. Любой горожанин мог внести свои предложения, пожелания и замечания по этому поводу до конца декабря 2019 года. Полученные публичные слушания поставили логическую точку. Общественность выразила свое мнение. Многие выступавшие настаивали на возврате прямых выборов. Однако эти предложения на исход слушаний не повлияли. Теперь дело за депутатами. Они должны проголосовать за внесение изменений в устав города. Проект решения уже готов. Прочитать и оценить его иркутяне могут с сегодняшнего дня на страницах газеты «Иркутск официальный», а также на сайте мэрии города. А что о принципах выбора главы столицы региона, думают рядовые горожане. Чтобы выяснить это, мы провели опрос людей на улице. Прохожих спрашивали, как должен назначаться мэр Иркутска. По решению экспертной комиссии или по результатам всенародного голосования. Мнение иркутян далее. С всенародным голосованием, наверное. Потому что люди более честнее, справедливее относятся. Ну и народ у нас не глупый. Вообще супер, конечно, когда весь народ выбирает. Но народ ничего не знает, кого он выбирает. Вот экспертная комиссия лучше. Людьми обычными. Почему? Чтобы у каждого был выбор. И чтобы у каждого было право выбрать того, кого он хочет видеть. Голосование, наверное, все-таки. Это же представитель народа. Ну, конечно, о народном голосовании. Все. Понятно, почему? Ну как, ну народ должен выбирать-то. Подавляющее большинство горожан считает, что выбирать мэра следует путем всенародного голосования. Лично я считаю, что путь избрания не так важен. Важно, чтобы интересы градоначальника и интересы иркутян совпадали. Данил Седов, Алексей Бондаренко. Новости по будням. Совпали предварительные выводы сразу нескольких надзорных ведомств региона, которые начали проверку по факту сброса, предположительно, сточных вод в акваторию Ангары. Инцидент произошел в районе поселка Боково в Иркутске. История стала активно обсуждаться после появления в соцсетях видео, снятого очевидцем. На кадрах видно, как на поверхность воды вырываются потоки неизвестной жидкости серо-коричневого цвета. А сама водная гладь Ангары покрывается густой белой пеной. Специалисты Росприроднадзора выехали на место и провели обследование водоохранной зоны. И выяснилось, что сброс в этом районе осуществляет МУП-водоканал. С официального разрешения и уже не первый год. Самой организации пояснили, что в районе Боково круглосуточно работают два штатных выпуска очистных сооружений левого берега Иркутска. Но из-за того, что сейчас уровень Ангары ниже обычного, на поверхности стало видно смутившее людей бурление. Тем не менее, сотрудники надзорных органов отобрали пробы воды для исследования на наличие вредных и опасных веществ. В настоящий момент первоочередной задачей является установление причин загрязнения. Так как сейчас высказаться с достоверностью о лице ответственном за экологическое правонарушение не представляется возможным. В этих целях прокуратурой инициирована проверка предприятий, осуществляющих эксплуатацию очистных сооружений в районе, близком к месту загрязнения. По итогам будут приняты строгие меры прокурорского реагирования в целях недопущения подобных фактов в будущем. Последний раз работу Иркутского водоканала Росприроднадзор проверял в октябре 2019 года. Тогда были выявлены многочисленные нарушения при сбросе с точных вод. Должностные лица были привлечены к административной ответственности. Им выписали штраф в размере 200 тысяч рублей, а также определили размер вреда, причиненного реке Ангара. Он составил почти 450 тысяч рублей, которые, по сообщению регионального Росприроднадзора, так и не уплатили. Ветхую систему сброса сам водоканал планировал реконструировать еще в 2014 году, однако до сих пор никаких мер предпринято не было. Уже завтра руководство предприятия ждут в прокуратуре, чтобы вручить предписание об устранении вновь выявленных нарушений. Экологические нарушения для открытых водоемов региона, увы, не редкость. Реки, озера и водохранилища подвергаются систематическому загрязнению. Это неумолимая статистика. Чем гуще заселены берега, тем выше вероятность ЧП. Подборку за последние три года покажем вам прямо сейчас, без комментариев. КОНЕЦ КОНЕЦ Чистая и качественная питьевая вода для каждого пятого жителя нашего региона – недоступная роскошь. В основном без этого ресурса страдают сельчане. Вода из скважин или открытых источников зачастую техническая, а централизованных водозаборов и водопроводов нет, как и денег на их проектирование для участия в региональных и федеральных программах. Почему так происходит, мы спросили эксперта-эколога. Программа – вещь хорошая. Но, опять же, есть всегда опасение, что до конкретного двора в конкретном населенном пункте она не дотянется. Потому что всегда средства ограничены. Да, конечно, где-то будут отремонтированы водозаборы – замечательно. Где-то будут заменены трубы – отлично. Но говорить о том, что эта программа решит все проблемы – не приходится. У нас на берегах Байкала люди рядом с прекрасной питьевой водой и без воды. Потому что до Байкала не набегаешься, а вот тут в 400 метрах от уреза воды – воды нет. Воды нет, есть лед и нужной толщины. И этого достаточно, чтобы открыть еще две переправы в Иркутской области. И теперь автомобилисты до 20 тонн смогут преодолеть реки Киринга и Бирюсан. Всего на сегодняшний день в Прибайкале функционируют 32 ледовые дороги. И пока ни одной на Байкале. При этом полюбоваться сказочными видами озера даже в холодное время года мечтают многие туристы. Так, по результатам недавно проведенного опроса сервисом по покупке билетов, выяснилось, что 3% жителей России готовы провести свой зимний отпуск в нашем регионе. Позади Прибайкалья остались Тюмень, Минеральные воды и Красноярск. Лидерами же внутреннего направления туризма в зимний период стали Москва и Санкт-Петербург. Если говорить о поездках за рубеж, то тут победитель рейтинга не меняется уже длительное время. Традиционно на первом месте среди самых популярных для отдыха в холодные месяцы стран разместился Таиланд. А вот на втором неожиданно находится Узбекистан. Вслед за ним идет Германия и лишь потом Вьетнам и Индия. Кстати, по статистике, каждый третий, кто летит в отпуск зимой в азиатские страны, проводит там в среднем 3 и более недель. Тем не менее, даже среди жарких соседей Иркутская область все еще притягательно и зимний туризм на Байкале становится популярнее с каждым годом. А о том, как изменился отдых на озере в холодное время года, мы сегодня поговорили с экспертами. Их мнение узнаете в вечернем выпуске в 20.00. Не до отдыха на Байкале сейчас сотрудникам зоопарков региона. В минувшие праздники у них было не меньше работы, чем обычно. И даже больше. В такие учреждения начали массово приносить живые символы 2020 года. Крыс. Этих грызунов многие подарили родственникам и друзьям. Но не все оказались готовы к такому презенту. Ведь зверькам необходим определенный уход и забота. Тему продолжит Алена Полоненко. У них разная раскраска и характеры. Но есть то, что объединяет все эти крысы. Живые символы 2020 года, которые уже успели стать ненужными. С 1 января в Иркутский дом природы принесли 8 декоративных грызунов. На новом месте животных встречает Макс. Именно к нему после карантина подсаживают малышей. Грызун, которого в свое время тоже отдали из семьи, теперь помогает адаптироваться другим. Он подуспокаивает. Потому что есть кто сидит в уголочке, он не ест, не пьет ничего. А смотря на своих сородичей, у них же все равно есть общение друг с другом. То есть на ультразвуковых волнах. Все равно они смотрят, что все нормально, все спокойно. Их тут любят, их тут не обижают, что им дают еду. И потихоньку даже те крысы, которые не брали еду в руку. То есть для них это на самом деле важный шаг. Они начинают потихоньку брать, потому что смотрят на Макс. Ситуация, когда живые символы года после праздников оказываются в зоопарках, в нашем регионе не редкость. Причины, по которым их отдают из семьи, разные. Кто-то взял зверька для детей и понял, что это была ошибка. Другим животное подарили друзья на праздники. Это как раз случай Дарьи Шахеревой. Найти общий язык с грызунами не получилось у сыновей. Поэтому сегодня крысы переезжают в Иркутский зоосад. Мы подумали, что в зоопарке новому животному станет лучше, чем у нас дома. Так как мы не можем создать все условия, необходимые для его жизни. А в зоопарке все-таки работают специалисты, которые помогут ему адаптироваться и смогут ему обеспечить питание и хороший уход. Основной поток животных, которым хороший уход не смогли дать дома, в Иркутских зоопарках ожидают через месяц. По опыту прошлых лет. С 2019-го здесь, например, живут несколько свинок и мини-пигов. Также постпраздничных подкидышей. Было несколько человек, которые спрашивали, звонили нам, можно ли купить у нас поросенка на фотосессию. Мы им объясняли, что так делать нельзя, что это животное. И вот один фотограф привез и сказал, что мы фотосессию провели, свинка нам больше не нужна, заберите. Что-то неответственно. Когда жители региона научатся ответственному обращению с животными, вопрос из разряда риторических. Впрочем, все же лучше отдать зверька, с которым не смог справиться в зоопарк, чем просто выбросить на улицу. В случае, например, с крысами, которые легко простужаются. Это дорога в один конец. Алена Полоненко, новости по будням. Вопрос на тему отлова бездомных животных поступил на нашу горячую линию. Иркутянка интересуется, кто сейчас принимает заявки и занимается поимкой бродячих псов. Ответ нам дали в городской администрации. Там сообщили, действие предыдущего контракта закончилось еще в декабре. А значит, в данный момент отловом бездомных собак никто не занимается. Аукцион по выбору нового подрядчика еще не состоялся. Дату его проведения тоже пока неизвестна. Тут во многом все будет зависеть от поступления средств. Дело в том, что работу по поимке бродячих животных финансируется из областной казны. Поэтому в ближайшее время бездомных собак в Иркутске меньше не станет. Если и у вас есть подобные вопросы, звоните нам на горячую линию с 10 утра до 6 вечера. Отправить информацию можно также через интернет по адресу rnewssobaka.nts.tv.ru Интернет стал площадкой для голосования за самый привлекательный и узнаваемый город России в 2020 году. Народные выборы населенного пункта, который может стать своего рода символом нашей страны, уже стартовали. Отдать предпочтение тому или иному претенденту на престижное звание может любой желающий. Голосование проходит на сайте национального проекта «Город России». Там же можно подробно узнать о культуре и истории 84 населенных пунктов, которые участвуют в конкурсе. От нашего региона заявлен только Иркутск. Победителем станет тот город, который наберет наибольшее число голосов. Так, например, в прошлом году, по мнению участников опроса, самым привлекательным и узнаваемым городом стали чебоксары. В свою очередь, Иркутск финишировал лишь 41-м. Но на этот раз жители Прибайкалья могут изменить такое положение дел. Тем более, времени еще достаточно. Голосование завершится 30 декабря 2020 года. Отметим, что всего за один день столица нашего региона с 54-го места поднялась на две строчки вверх. Хотя число голосов очень мало. Всего лишь 161, по данным на утро вторника. Для сравнения, на первом месте Смоленск. За него высказались почти 8 тысяч человек. Но, возможно, просто жители Иркутской области пока еще не в курсе этого конкурса. А уж потом, как начнут голосовать, не остановишь. Хотя наш опрос людей накануне на улице показал, что большинство горожан не считают сегодняшний Иркутск, что он достоин стать самым узнаваемым и привлекательным городом России. Чтобы реально претендовать на это звание областной столицы, нужно еще работать над внешним видом и над качеством жизни людей. Вот сейчас, например, многие жалуются на очень скользкие тротуары. И этой проблеме уже не один год. Есть у нас и почти стопроцентная уверенность, что говорить о ней мы будем еще очень и очень долго. Кстати, отдельного разговора заслуживает и поведение иркутских пешеходов. Порой их выбор дорог вызывает удивление. Проанализировать, почему в одном и том же месте люди прокладывают сразу две тропинки, попытался разобраться Данил Седов и даже призвал на помощь психолога. Пути иркутян порой необъяснимы. Здесь, на улице Чкалова, уже долгое время идет ремонт деревянного дома. Чтобы людям было удобнее и безопаснее обходить стройку, на тротуаре установили временный проход с крышей. Правда, популярностью почему-то он не пользуется. Соподавляющее большинство пешеходов обходят конструкцию и идут вдоль нее. Интересно, чем аргументирован такой выбор горожан? Так потому, что неудобно и скользко. Там неудобно и скользко? Нет, неудобно и вот в проходе. Собственно? Да. То есть так безопаснее были, читаете? Ну да, можно сказать да. Что ж, выбор, прямо скажем, неоднозначный. Хотя бы потому, что в проходе деревянные доски вообще не скользят. А крыша может спасти, если с территории стройки что-нибудь неожиданно отлетит. Вообще, в Иркутске хватает мест, где горожане по непонятным причинам меняют свой маршрут с очевидного на неочевидный. А вот еще одно место на карте Иркутска, где горожане предпочитают иногда пойти в обход. Дорожный указатель на улице Партизанской расположен прямо на тротуаре. Тем не менее, он высокий и под ним можно пройти без проблем. Однако, некоторые люди предпочитают немножечко его обойти. Это несмотря на то, что расстояние между столбом и забором очень маленькое. Возможно, причиной таких странных маневров являются суеверия. Лично у меня других версий просто-напросто нет. Зато изменение маршрута вполне объяснимо, когда речь идет об опорах линий электропередач. Эти места опасны и держаться от них надо подальше. Так нас учили еще родители. Кстати, психологи считают, что выбор того или иного пути в нас закладывают как раз в детстве. Дело в том, что наш мозг работает по стереотипам определенным, которые закладываются в нас. Закладываются они с детства. Нашими родителями, бабушками, тем, с кем мы ходили. И когда нам кто-то, например, говорит, ты здесь не ходи, ходи вот так, потому-то и потому-то. То есть по этому стереотипу мы начинаем ходить. Сперва мы не задумываемся, потому что человек нас провел по этому пути. А потом автоматически мы уже ходим по нему. Получается, что суеверие и опасение – это лишь всего-навсего оправдание. Самое главное – при выборе между прямой дорогой или обходом помнить о безопасности. А идти можно, как говорится, хоть на все четыре стороны. Данил Седов, Алексей Бондаренко. Новости по будням. В разных уголках мира в прошедшую ночь отмечали Старый Новый год. Какая иркутская традиция связана с этим праздником? И причем тут фастфуд расскажем сразу после новостей спорта. Саночники при Байкале снова на высоте. Это доказал уроженец Братска Семен Павличенко на четвертом этапе Кубка мира. Очередной раунд соревнований проходил в немецком Альтенберге. Наш спортсмен в составе сборной России боролся за медали в эстафете. В итоге Павличенко завоевал золото турнира. Кроме того, национальная команда установила новый рекорд трассы. Сразу четыре медали привезли спортсмены Иркутской области из Красноярска с всероссийского турнира по вольной борьбе среди мужчин. По итогам соревнований копилка сборной при Байкале пополнилась двумя золотыми и двумя серебряными наградами. А Юлиан Гергенов и Юрий Иванов заслужили право представлять наш регион на международных состязаниях серии Гран-при. Молодежка Ермака в этом сезоне выступает куда лучше основной команды. Ангарские парни уверенно прошли во второй этап юношеской хоккейной лиги, где уже успели провести одну встречу. Первым соперником наших ребят стал Хабаровский Амур, который ничего не смог противопоставить Ермаку. Спустя час игрового времени на табло горели 6-2 в пользу оранжевой машины. Данил Седов, новости по будням. В выигрыше будут все, кто приедет в Иркутскую область на международный фестиваль зимних игр «Зимний ада». Праздник спорта стартует в феврале на Байкале и продлится до середины марта. Запланированы десятки мероприятий. Среди них соревнования по ледовому гольфу и гонки на собачьих упряжках. О других интересных новостях со всего мира расскажем в традиционной рубрике «Повесточки». Всем здравствуйте. Старый Новый год шагает по планете. Точнее, по некоторым странам мира. Мы снова нарезали оливье, приготовили жаркое, наполнили бокалы шампанского. А как Старый Новый год отметили не только у нас, но и в других странах мира, поговорим прямо сейчас. В Иркутске любители активного отдыха пришли на костюмированный бал маскарад на коньках. Мероприятие состоялось на острове Конный. В ходе праздника были организованы конкурсы с вручением подарков, выбраны лучшие костюмы и проведен танцевальный флешмоб. Бал маскарад стал уже доброй традицией, которая третий год объединяет иркутян перед Старым Новым годом. Праздники прошли, а статистика осталась. Оказывается, в январские каникулы жители Иркутской области злоупотребляли чипсами, попкорном и при этом смотрели много фильмов. Об этом сообщили кинотеатры, которые работали без выходных. Кроме нашего региона, не отказывали себе в удовольствии полакомиться фастфудом в Белгородской, Самарской областях, в Москве и Краснодарском крае. Хочется верить, что это временная ситуация и с приходом рабочих будней все начнут питаться пользой для своего здоровья. Для поднятия настроения стали очень кстати 70 домовых и леших. Их изготовили в Калининградской области к Старому Новому году. Скульптуру установили в визит-центре национального парка «Куршская коса». Это единственная масштабная коллекция древних славянских духов, которую можно посмотреть на территории нашей страны. Также к празднику организовали средневековый обед. Предложили всем гостям загадать желание и повязать на счастье амулеты. Надеемся, желание обязательно исполнится в этом году. Если в России Старый Новый год отмечают чуть более 100 лет, то в Швейцарии более пяти веков. Это один из главных праздников для швейцарских протестантов. К новогодней ночи они готовятся несколько месяцев. Главное смастерить костюмы и маски. Наряды изготавливаются преимущественно вручную, поэтому двух одинаковых не найти. На праздничных гулянех можно встретить и героев из традиционных сказок, и более современных персонажей. Отмечают жители Швейцарии праздник весело песнями и танцами. Встречайте каждый день в отличном настроении. И пусть праздники после себя оставляют только приятные воспоминания. А мы подарим еще больше хороших новостей. Новая встреча состоится совсем скоро. Мы следим за развитием событий. Еще больше интересной информации и актуальных тем в итоговом выпуске новостей. Ждем вас у экранов в 20.00. И помните, мы всегда вместе с вами.